Героям битвы за Севастополь эти слова навеки высечены на обелеске воинской славы. О реконструкции сражения предваряет митинг у мемориала. Его начинают с вынесения боевых знамён и военно-морских флагов всех соединений, которые участвовали в ожесточённых боях за Севастополь. За освобождение города 240 красноармейцев были удостоены звания Герой Советского Союза. Ветераны рассказывают, в те майские дни сапоги освободителей вязли в крови. Ад был здесь под сапуном. Ад. С немецкой стороны самолёты, с нашей стороны самолёты, с нашей стороны стреляли. А в них окопы порыты везде. В каждом окопе стояли миномёты. Они шмаляли тут. Страшное дело. За время оккупации немцы превратили Сапун-гору в оборонительную крепость. По склонам высоты измеились несколько ярусов траншей и проволочных заграждений. Долина внизу была превращена в обширное минное поле. Соединение 51-й и Приморской армии в ходе 9-часового боя 7 мая 44-го штурму овладели Сапун-горой. В три захода советские яки отбомбились по укреплениям врага. И каждый раз публика встречала на ура покорители неба. Хорошее впечатление. Особенно, когда многотысячная толпа кричит «Ура!» и наше наступает. Это непередаваемое чувство. У меня ребёнок испугался взрывов и самолётов. Ну а взрослые, конечно. Очень много детей, кстати, маленьких тоже начали плакать. Я представляю войну, как это было на самом деле страшно и ужасно. В этом году на поле боя дебютировал военно-исторический клуб «Южный форт», который занимается реконструкцией советской морской пехоты. Участники признаются, их главная цель – сохранить память о Великой войне и победе для потомков. Мы показали маленький кусочек того страшного штурма, что был в 1944 году. К сожалению, да, всё мы показать не можем, может, и сами поймаете, территория маленькая. Но мы хотели этим всем делом хоть немножко, но показать, насколько страшно всё это было и как гибли наши солдаты. Мы это делаем, чтобы помнить, потому что, чтобы оставить память следующему поколению, поскольку вы сами понимаете, ветеранов уже вот-вот и скоро не останется. Под возгласы публики бойцы советской армии с красным знаменем всё же прорвали оборону врага. Взятие ключевой высоты Севастополя гарантировало и его полное освобождение – семь дней. Красноармейцы сражались за город, позже названный героем. Уже 10 мая 1944 года в Москве салютовали освобождённому Севастополю. В 1944 году в мае Сапун-гора и Севастополь показали всему миру, как нужно бороться за свою независимость, как нужно беречь свою родину. Тысячи бойцов советской армии полегли на Сапун-горе. Низкий поклон всем погибшим, низкий поклон всем живущим героям. И сегодня приветствовали тех, кто сражался за великую победу. После реконструкции боя зрителей и ветеранов ждала полевая кухня. Под выступление народного ансамбля – традиционная гречка с тушёнкой и фронтовые 100 граммов. Александра Толкачёва, Екатерина Долгополова. Программа «Наше время». Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова